За полтора месяца она пропила три вида антибиотиков. Всем привет! Добро пожаловать на канал! Спасибо, что зашли, спасибо, что включили. Сразу всем желаю не болеть. Не болеть никогда это нереально. Поэтому, чтобы все было в легкой форме и всегда были нужные люди, врачи, которые люди своего дела. Я иду к сестричке. Сестричка заболела, которая Олеся, которая средняя из нас, из девчонок. Заболела. Ни сегодня, ни вчера тяжело с этим ковид, когда ты оказываешься в ситуации, как она, что даже не госпитализируют, потому что справки нету на ковид, результаты анализов. Взять справку, когда ты взял, она действительно две недели, 14 дней. А чтобы попасть к семейному, ты неделю ждешь, от недели до 9 дней. В общем, иногда ситуация складывается так, что даже если ты взял результат анализа на ковид, он у тебя уже сгорел, а ты еще по записи не попал. Такое, запутанное. Четыре врача лечили. За полтора месяца она пропила три вида антибиотиков. Ей не стало лучше, не падает температура. И ни один из врачей не назначил сдать анализы в полный развернутый, да, там анализ крови. Сейчас у нас есть о крови, мочи, не важно. Сейчас у нас там небольшой план уже есть. Мы в связи с этим иногда с ней цапаемся. Ну, как бы я неправильно себя веду. Я начинаю, да как ты можешь, почему ты сама там платно не пошла, не сдала анализы. Она говорит, да потому что я же тоже не каждый день болею, я верю врачам. Как можно, я и говорю, как можно верить врачам. В общем, сейчас заберу племяшиков. У нее там есть тоже планы на сегодня, на завтра. Мы выкарабкаемся, конечно. Единственное, у меня просто всегда панический страх насчет того, что когда головные боли месяц и больше, нужно сдать анализы и исключить менингит. Плюс у нее и лимфоузлы воспалились. Я говорю, надо тебя госпитализировать хотя бы для того, чтобы сдать анализы на полностью анализы и исключить менингит. То есть пункцию сдать хотя бы для этого. А скорая, кстати, не госпитализирует. И они готовы давать официальный отказ от госпитализации и причину указа, потому что нету результатов на ковид. Короче, очень запутанная история. Очень все... Поликлиника и больница – это квест. Особенно для больного. Знаете, сейчас с вот этим ковидом интересные такие моменты происходят. Если ты заболел, и не дай бог очень тяжело, тебе напишут ковид. Даже если у тебя будут печень, напишут, но печень – это как результат ковида. Вот инфаркт – напишут результат ковида. Все напишут, что это из-за ковида. В то же время, когда ты болеешь, тебя не госпитализируют, потому что у тебя нет анализов ковида. Еще один нюанс. Ты идешь, сдаешь анализ, ты его ждешь три дня, и еще неизвестно, отсылают его куда-то, делают ли действительно анализ. Или от фонаря пишут – здоров. Нету, нету. Ну да, там отрицательный, отрицательный. Ты никак это не поймаешь. Я ничего не имею против врачей. В каждой профессии, как и в национальностях, встречаются просто отдельные люди, которые просто от зари до зари отсиживают свое место. И в школах, и среди учителей, и среди воспитателей, и врачей. Это везде. Встречается дело не в профессии, я уже сказала, как и не в национальности. Это просто нужно быть человеком своего дела. Я немножко такая собранная, но и в то же время, как пружина. А еще и люди ругаются. В дороге нельзя же на дороге ругаться. Нельзя. За руль сел, все проблемы, отложил в сторону, все. Мы уже пришли домой, я затариваю морозилку мороженым. Здесь вот такое, великий стакан, большой стакан, киви, манго, шоколадное, и пельмени купили. Тут еще у меня вареники с вишней, наверное, сегодня поем. Или в пельмене, даже прям захотела пельменей с юшечкой, с петрушкой, с укропом, с чесноком и с уксусом. И тут еще немножко тоже соки, теченье. Так, томатный мультифрукт, мультивитамин. Соусы, как же без них, когда пельмени, здравствуйте, прыщи называются, персики и бананы. Бананы, это то, что дети едят круглогодично, несмотря на то, что Украина богата на вишни, персики, абрикосы. Подавая им бананы, поэтому банан. И захватила маринад просто. Думаю, может мясо запеку. И печенье, куча печенья и ополаскиватель. И сейчас буду ставить компот. Миша нарвал вишни, привез, поэтому сейчас сварю компот. И все. Где племянники? В каком вы... А? О! Пришли дети. Кто? Кто? Свои все дома. Сейчас напугала. Ой, забыла вас снять. Напугала и забыла снять. Дима! Встречайте родичьев. Она не поймет, кто. Дима, Нателла уже у нас. Веселенькие, хорошие. Нателлка. Нателлка высокая очень. В принципе, Виктория, походу, будет высокая. Все дети какие-то высокие. Или я стираюсь, стаптываюсь. Да, я не могу. Да нет. Так, дотя, походу, Дима с Нателлой будут на диване, а ты на кресле тут. Хотя эту ночь ты можешь со мной. Да. Да. А вы что? Ладно, переодевайтесь в домашнее, потому что, я думаю, вряд ли вы гулять пойдете. Да. Да? Не, ну, в принципе, я могу показать, кто... Ладно, сами решат. Мороженое. Мы накупили кучу мороженого. Ты тут задерживаешь и так вот. Задерживай подольше, а то ты вот так вот делаешь, и оно нету задержки. Давай. Дима быстренько, да? Все дети дома. Я варю пельмени. Варю пельмени. Быстренько. Машинка стирает, компот сварился. И сейчас покажу, Михася сегодня принес рыбу. Михася-то тоже домой пришел. Посмотрите, какого карпа поймал Михась. Принес сегодня. Знаете, такой пришел, грудь колесом, я карпа поймал. Тебе на, пожаришь. Он уезжал на дачу к другу. Сейчас вставлю несколько кусочков. Всем привет, дорогие подписчики канала Фотона Фортуна. Иду помогать переносить шкал. Приехали в село к моему другу Кладиму, уже обрывали вишню. Там все оборвали. Забыл поснимать, мама просила. Там все оборвали, там все оборвали. Короче, уже пообрывали вишню. Сейчас вам покажу. А сейчас надо шкаф поднять. Вот тут вишню мы срезали, обрывали. Там тоже вишню обрывали. Сейчас я вам покажу. На, снимай. Для канала Фотона Фортуна. Я уже нажал. Что, поднять надо? Поднять и оттуда поставить. Давайте. Давай, тазом. Раз, два, три. Еще, еще. Все, стопа. Став, став. Поставил. Вот что значит три бактерия. Большие руки, большие мышцы. Вот такая вот срезская жизнь. Вот так вот оно все тут вырезает. Нет, рыба поставить. Все, Данька. Мам, я пати и дедушка лыгнулся. Хуйся, блядь. Хуйся, блядь. Ты че? Парни, можете передать самим себе привет, Вадим? Ты же смотришь, что мою маму ты говорил. Самим себе привет предаю, конечно. Конечно. Привет всем рыбакам. Предаю привет, Коле, привет. Вот так вот живем. Закаточка. Сельская жизнь. Как говорится, с огородика все сняли сразу в закаточку. Сейчас вам покажу коняку. У нас стоит коняка. Вона чаясь. Не знаю, можно до нее подходить, не можно. Не знаю, можно к ней подходить, нельзя. Я подошел бы, но надо узнать, чья она. Может она дикая какая-то вообще. Дан, ты подходил к лошади? Да. И что, она кусается? Не. Ты гладил ее? Да, только руку чуть не поломал. Обруби. Ой, ей можно яблок дать покушать. Она не любит яблок, она травить. Да ну. Соломую. Вот такой вот огородик, небольшой для себя люди. Учасочек делали. Вон пшеница, поле пшеницы, посмотрите, красота какая. Моя славная ненька Украина. Да. Так это баба туда надо. Хотя можем всю привязать. Пиро, стань, застан. Что? Пиро сюда. Пиро, агруду. Привязываем всю, Миш? Надо по длине смотреть же. А, но все равно катушка есть. Катушка есть. Но можем всю примотать. И на катушку сейчас намотать. Ну можно. Давай так, наверное, взробуем. Сейчас посмотрим, давай. Подожди. Подожди. Ого. Отнимай уже. Губа, губа тонкая. Где этот Коля? Коля не холодит короба. Тихо, 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 тихо. Он у нас в руках. Это что такое? Это не короб. Я не знаю, что это. Ну что, сидим еще, парни? Сидим. Что это такое? Я не знаю. Вот такой красивый шалаш я сделал. Прогорает. Прогорает. Ну реально красотища. Свежий воздух. Ну реально классный отдых, когда всю неделю работаешь. Усиленно. Начал я усиленно работать. И такая, на выходных такой отдых, это прекрасно. Такое, знаете, морально, физически, хорошо прям. Продолжение следует.